Фиколай! Большое спасибо за донат! Делаем обзор на город Старый Оскол. Хоть он маленький очень. Ну, то есть, не знаю. Ладно, давайте тыкнем. Вот здесь у нас опять квадратные вот эти вот улицы. Так обычно что-то типа центра выглядит. Сейчас посмотрим, как это здесь. Итак, 2016 год. Это уже достаточно старые фотки, на самом деле. 16-й год за типа 6 лет все могло 10 раз поменяться. Но 6 лет назад был неплохой асфальт, прикольный дом такой. То есть вроде бы, смотрите, район, где по сути все супер малоэтажное такое. Это практически получастный сектор, полухрен знает что. Но! Насколько ухоженный асфальт прикольнее, чем в Кирове и так далее. Да, блядь! Дрончик! Спасибо огромное за донат. Посмотрим обязательно. Ну вот, ну вот какое-то всратое здание тут имеется. Типа полустройка, полу что-то. Вот что-то очень старое, обдрочное, облупленное. Такое себе. Очень малоэтажный город. Старый оскол. Блин, очень знакомое название, но я сейчас даже не помню, где он находится вообще. Интересно, кто подскажите в чате, кто шарит, сколько там населения. Население. Так, это получается... Воронеж где-то недалеко должен быть. Или что-то вот это вот... Да, Воронеж недалеко. То есть между Воронежем, Белгородом и что это? Курск. Прямо практически. Между... Так, Липецк тут. Сейчас я хочу вспомнить. А, вот Липецк, Тамбов, Воронеж. Это вот здесь, короче, кое-что есть, что я знаю. А это у нас старый оскол. Все. Веселая география с Моисеем Великановым. Ну давайте все еще на этих улицах. Мне там нравится, в принципе. Погуляем. Ну, что-то не похоже, что это какой-то суперкрутой исторический центр города. Какое-то место, знаете ли, где все тусят, гуляют и так далее. С другой стороны, ХЗ сколько? Если там 50 тысяч населения, то, может быть, так оно и должно все выглядеть. Давайте тыкнем на окраинку какую-то. А здесь уже повыше дома есть. Без рук. Ладно. Ну, типа, вместо новостроек, короче, такие тоже очень облупленные, неухоженные вот эти старые. Ну, относительно старые, типа. Дома. Вот какой-то один покрашенный. В ЛГБТ расцветку. Ну, на фоне остального выделяется, выглядит симпотно. Не знаю, как будто там, ну, очень мало народу, в принципе, живет. И все просто как-то держится на остатках какой-то такой былой роскоши. Но! Какой у них асфальт кайфовый, я не понимаю вообще. Что за... Что за... Откуда? Почему? У вас единственный... Единственный хороший асфальт сделали, типа, на всю страну в одном вот... В каком-то маленьком городе или что? Я не понял. Смотрите вообще. Вы просто посмотрите. Даже трещин нет. Слышите? Это как вообще получилось так? В Москве, типа, местами дороги просто... Кал говна, а у них, вы просто посмотрите, он безупречный, типа. На нем только разметки, может быть, нет. Но просто охуенный асфальт. И шесть лет назад. Шесть лет назад у них был... Типа... То есть, казалось бы, вот ты смотришь на дома, это какие-то такие вот, ну, внешне они выглядят, как какие-то такие старые, унылые, богом забытые, такие полухолупные какие-то. Вот там еле-еле какую-то кривую недонавостройку там с трудом вообще найдешь. То есть, по идее, такой должен быть, ну, маленький провинциальный город, из которого все, кому не лень, как только заканчивают школу, поступают просто куда угодно, чтобы свалить. А при этом... Ну, асфальт просто, вообще, просто мое почтение, я не знаю, что у вас там. Вот даже здесь. Капец, ну, как это объяснить? Просто мэр, наверное, помешан на асфальте или что-то в этом роде. Или у него лучший друг какой-нибудь, асфальтчик, он ему тендер, короче, по 10 раз в год выписывает, чтобы все переделывалось миллиард раз, все суперклево прокладывалось. Вот в двор зашел даже, да? В точно таком же дворе. Вот точь-в-точь мы были в Кирове, да? На этих картах. Здесь гораздо лучше. Ну, походу, почти все уже обсмотрели это. Причем, самое странное, все, что почти можно было посмотреть, мы почти все рассмотрели. Ну, давайте вид сверху. Вот здесь есть какой-то. Тык. Тык. Ну, мрачный кадр, да, такой, кстати? То есть... Вот что-то, вот какие-то... Да это даже не новостройки, нет, это просто высокие дома здесь. Прерывайся на Донатава. Ай, блядь, там надпись... Забыл убрать. Забыл убрать. Это вообще у нас под игру просто. Сценам, короче. Произошло наебалово. Ля, смотрите. Ля. Это что это такое? Ля, какой. Просто извиняюсь. Подло наебал человека. Он, как бы, 75 рублей, получается, отдал не за то, что... Ну, на что рассчитывал. Прошу прощения, дрончик. Я обязательно посмотрю, но... Получилось слегка... Залупа. Короче, старый оскол действительно старый. Вот что можно сказать. Но при этом... Как бы... На асфальте... А, ну вот. То есть, прям поискать надо было, короче. Да, вот. Но все-таки свинья везде грязь найдет. Вот что-то есть. То есть... Ну вот. Вот так вообще как бы... Ну... Вот этот асфальт, он подходит как бы по... Как это сказать там... И причем это дополнительная дорога. Она даже так просто там полуобъездная, полу какая-то там дублер какая-то. Единственное вот вообще, что я нашел, где все плохо. То есть, вообще, город выглядит так, будто бы все дороги в нем выглядят вот так, как это. Ну, типа, должны быть. Ну, такое вот. То есть, грустные все очень здания, старые, как-то, не знаю. То есть, по панорамам... Но это шесть лет назад. Потому что, может быть, сейчас там все гораздо лучше. Ну, чуть-чуть отъехали оттуда и все, просто уже. А как бы... Вроде старый аскол, а на асфальте, как бы... С трудом найдешь хотя бы один скол. А, а, а... Что? Короче, вот такой обзор. Не знаю, что можно сказать. Поделитесь асфальтом. Слышите? Скучновато, ничего интересного не найдешь. Но... Но зато асфальт просто... Боги асфальта его отливали. Благодаря. Продолжение следует...